Послушай же, как человек утончается, приобретает духовное и уподобляется в житии невидимым силам, которые служение свое отправляют не чувственно производимыми делами, но совершаемыми заботливостью ума. Когда ведение вознесется над земным и над попечением отдела неземного и начнет испытывать свое помышление в том, что сокрыто от очей внутри, и некоторым образом станет пренебрегать тем, отчего бывает непотребство страстей и простреться горе, и последует вере в попечении о будущем веке, и в вожделении обетованного нам, и в изыскании сокровенных тайн, тогда сама вера поглощает сие ведение и обращается, и рождает оно и снова, так что всецело делается оно духом. Тогда может воспалять оно на крылах в области бесплотных, касаться глубин неосязаемого моря, представляя в уме божественные чудные действия правления в естествах существ мысленных и чувственных, и разыскивает духовные тайны, постигаемые умом простым и тонким. Тогда внутренние чувства пробуждаются для духовного делания по тому чину, какой будет в оной жизни бессмертия и нетления, потому что еще в здешнем, как бы в тайне, приняло мысленное воскресенье, в истинное свидетельство о всеобщем обновлении. Вот три способа ведения, с которыми сопряжено все течение человека в теле, в душе, в духе. С того времени, как начинает человек отличать зло от добра, и пока не изыдет он из мира сего, в ведении души его пребывает всех трех мер. И полноту всякой неправды и нечестия, и полноту правды, и то, чтобы коснуться глубины всех тайн духа, производит единое ведение в сказанных трех мерах. И в нем заключено всякое движение ума, когда восходит или не сходит он в добре или в зле, или в среднем между добром и злом. Сие же меры у отцов называются естественное, противоестественное и сверхъестественное. И это суть три направления, по которым возводится и низводится пометование разумной души, когда по сказанному или по естеству делает кто правду, или превыше естества восхищается ее пометованием, созерцание Бога вне естества, или исходит пасти свиней, как расточивший богатство своей рассудительности, который работал со множеством демонов. Перечень сказанного о трех ведениях Первая степень ведения охлаждает душу для дел шествия по Богу. Вторая согревает душу для скорого течения к тому, что на степени веры. Третья же есть упокоение отделания, что есть образ будущего, в едином упражнении ума, наслаждающиеся тайнами будущего. Но как естество не может еще совершенно возвыситься над состоянием омертвения и тяготою плоти, и усовершиться в оном духовном ведении, которое выше другого уклоняющегося ведения, то и ведение сие не в состоянии и послужить к совершенству, не имеющему недостатка и быть в мире мертвости, и совершенно оставить естество плоти. Но пока человек живет во плоти, остается он в переходном состоянии от одного к другому. То вдруг душа его, как убогий и нищий, начинает совершать служение на второй, средней степени добродетели, какая вложена в естестве и может быть произведена при помощи естества телесного, то при времени, подобно приявшем духа сына положения, в таинстве свободы, наслаждается духовную благодатью по достоинству дающего оную и снова возвращается к смирению дел своих, и это суть дела, совершаемые с помощью тела. И душа сохраняет их, чтобы враг не пленил ее приманками, обретаемыми в этом лукавом веке, также смущенными и отклоненными помышлениями, потому что человек, пока заключен под завесую дверей плоти, не имеет упования, ибо в веке несовершенном нет совершенной свободы. Всякое делание ведения состоит в делании и продолжительном упражнении. Делание же веры не делами производится, но исполняется духовными умопредставлениями в чисто душевном делании, и оно превыше чувств, ибо вера утонченнее ведения, как ведения утонченнее вещей чувственных. Все святые, сподобившиеся обрести житие сие, а это есть восторжение к Богу, по силе веры пребывают в услождении он им превыше естественным житием. Веру же, разумеем, не ту, какую человек имеет в рассуждении разнствия, достопоклоняемых и божественных ипостасей, все превосходящего и особенного естества в самом божестве, чудного домостроительства, воплощения восприятием нашего естества, хотя и сия вера крайне высока, но веру, воссеивающую в душе от света благодати, свидетельством ума, подкрепляющую сердце, чтобы не колебалось оно в несомненности надежды, далекой от всякого самомнения. И вера сия обнаруживается не в приращении слуха ушей, но в духовных очах, которые видят сокрытые в душе тайны. Невидимое и божественное богатство, сокровенное для очей сынов плоти и открываемое духом, питающимся с трапезы Христовой, в поучении законам Христовым, как сказал Господь, если заповеди мои соблюдете, пошлю вам утешителя, духа истин. Его же мир не может приять, и той вы научит всякой истине. Евангелие от Иоанна, глава 14, стихи 17, 26. Он указует человеку сию святую силу, обитающую в нем во всякое время, сей покров, сию мысленную крепость, всегда покрывающую человека, отражающую от него все вредное, чтобы не приближалось это к душе или к телу его. Сию-то силу, ум светлый и духовный, невидимо ощущает очами веры. Она-то познается святыми, падчи в опытном приобщении оной. Но оная сила есть сам утешитель, крепостью веры, как огнем сжигающий душевные члены. И душа устремляется, пренебрегает всякую опасностью в надежде на Бога, на крылах веры возносится над видимую тварью и бывает всегда как бы упоенную в изумлении перед божественной попечительностью, в несложном созерцании и невидимом рассматривании божественного естества, приобучая ум быть внимательным к изучению сокровенности его, ибо пока не приедет тот, кто есть совершение таинств, и пока явно не сподобимся откровения оных, вера между Богом и святыми священно действует неизреченные таинства, которых по благодати самого Христа и мы досподобимся здесь, как в залог, а в самой действительной истине там, во Царстве Небесном, с любящими Его. Аминь. Блаженный Феофилакт, архиепископ Болгарский, Благовестник, толкование на Евангелие от Луки. Ни сумы, ни посоха, не иметь подве одежды, понимают так. Не собирайте сокровищ, ибо сума, вмещая многое, означает собирание. Не носите посоха, то есть не будьте гневливы и дрочливы, и не имейте подве одежды, то есть не будьте переменчивы в нравах и двоедушны в мыслях. После того, как Господь обеспечил апостолов относительно пропитания и отверз им все домы, Он и Самый вход их соделал достойным уважения, повелевая им входить не как скитающимся и нищим, но как таким людям, которые гораздо почтеннее самих принимающих их. Это именно дал Он разуметь, как словами «достоин делатель мзды своия» Евангелие от Матфея, глава 10, стих 10, так и повелением осведомляться о достойных и у них оставаться, а равно повелением приветствовать приемлющих и угрозой жестоких казней неприемлющим. Когда таким образом Он освободил их от заботы о пропитании, вооружил знамениями, сделал их как бы железными и адамантовыми, отрешив от всего житейского и освободив от всех временных забот, тогда-то Он начинает говорить уже и о тех бедствиях, которые имели их постигнуть, и не только о тех, которые должны были наступить вскоре, но и о тех, которые имели последовать по прошествии многого времени, и таким образом заранее приготовляет их к брани против дьявола. Этим достигалось многое. Во-первых, апостолы узнали силу предвидения Его, во-вторых, никто уже не мог думать, что эти бедствия происходят от бессилия Учителя, в-третьих, те, которые должны были терпеть эти бедствия, не могли ужасаться их, как непредвиденных и неожиданных. В-четвертых, слыша это, апостолы не должны были смущаться и при наступлении времени крестных страданий, как они смутились в то время, когда Он, обличая их, говорил, «Яко сия о глаголах вам скорби исполних сердца ваше, и никто же от вас вопрошает меня, камо идиши» Евангелие от Иоанна, глава 16, стихи 6 и 5. Впрочем, Он о себе еще ничего не говорит. Не говорит, например, что Он будет связан, мучим и умершвлен, чтобы этим не возмутить сердец их, а только предсказывает им то, что имело с ними случиться. Далее, чтобы они поняли, что им предлежит новый закон брани и чудный образ ополчения, Он, посылая их почти ногами, с одной одеждой, без обуви, без жезла, без меди при поясе, без сумы, и повелевая самое пропитание получать от тех, которые их принимают, и тем не кончил своего слова, но, показывая несказанную силу свою, говорит, вот как вам должно идти на проповедь, показывайте овчью кротость, хотя вы должны идти против волков и не просто против волков, но и посреди волков. И не только кротость овчую Он повелевает иметь им, но и глубиное незлобие. Я покажу мою крепость в особенности в том, что овцы преодолеют волков, и находясь среди них и подвергаясь бесчисленным угрызениям не только не истребятся, но преобразят и их самих. А гораздо удивительнее и более значит изменить расположение воли и преобразовать ум, нежели умертвить, в особенности, когда овец только двенадцать, а волков полна вся вселенная. Итак, устыдимся поступать вопреки заповеди Христовой и нападать на врагов как волки. Да коли мы будем овцами, да то ли будем побеждать. Хотя бы и бесчисленное множество волков нас окружало, но мы их преодолеем и победим. Если же будем волками, будем побеждены, потому что отступит от нас помощь пастыря, он пасет не волков, а овец. Он оставит и удалится от тебя, потому что ты не дашь открыться его силе. Когда ты показываешь в злостраданиях кротость, то вся победа ему принадлежит, а когда сам нападаешь и сражаешься, помрачаешь победу. Смотри же, кто те, которым даются столь тяжкие и неудобо исполнимые повеления? Это люди боязливые и простые, не книжные и не ученые, вовсе не знатные, вовсе не образованные по внешним законам, не занимавшиеся судебными делами, рыбари, мытари, исполненные только бесчисленных недостатков. Если эти последние могли привести в замешательство и людей важных и великих, то как же не могли они привести в отчаяние и ужас людей вовсе не искусных и никогда не помышлявших ни о чем достохвальном. Но они не привели их в отчаяние. Но может быть иной скажет, так тому и быть надлежало, потому что он дал им власть очищать прокаженных и изгонять бесов. А я на это скажу, что это то самое и должно было привести их еще в большее смущение, когда несмотря на данную им власть воскрешать мертвых, им следовало терпеть такие ужасные бедствия на судилищах, заключение в темнице, нападение от всех, общую ненависть вселенной и подвергаться таковым бедствиям, имея власть творить чудеса. И какое было для них утешение во всех этих бедствиях? Сила посылающего. потому-то он прежде всего и сказал «Се аз посылаю вас». Этого довольно и для вашего утешения, этого довольно для того, чтобы вас ободрить и чтобы вам не бояться никого из противников ваших. Видишь ли ты могущество, видишь ли власть, видишь ли непреодолимую силу? Слова его имеют такой смысл. «Не смущайтесь», говорит он, «что я вас посылаю как овец среди волков и повелеваю, чтобы вы были как голуби. Я мог поступить иначе. Я мог не попустить претерпевать вам какое-либо зло и не предавать вас как овец волкам. Я мог сделать вас страшнее львов. Но лучше этому быть так. Это и вам приносит более славы и мою возвещает силу. Так же он говорил и Павлу, «Довлеет ти благодать моя, сила бо моя в немыще совершается». Второе послание к Коринфянам, глава 12, стих 9. «Такова моя воля относительно вас». Итак, когда Господь говорил «Все аз посылаю вас яко овце», давал им разуметь «Не унывайте». Я знаю, мне совершенно известно, что вы в особенности поступая таким образом не будете никем побеждены. Далее, чтобы они сколько-нибудь и сами содействовали, чтобы не все казалось делом одной благодати и чтобы не подумали, что они получают венцы ни за что, говорит «Будете уба мудри яко змея и цели яко голубия». Но поможет ли нам сколько-нибудь скажут наша мудрость в таких опасностях? И можно ли иметь какую-либо мудрость, когда нас обуревают такие волны? Сколько бы овца мудра ни была, но что она может сделать среди волков и притом среди такого множества волков? Сколько бы ни был не злобив голубь, но что ему делать при нападении такого множества ястребов? Для бессловесных тут нет никакой пользы, а для вас польза величайшая. Но посмотрим, какая здесь требуется мудрость. Мудрость змеиная. Как змеи ничего не бережет. И когда самое тело его рассекают на части не сильно защищается, чтобы только соблюсти голову, так и ты, говорит Христос, все отдай, и имение, и тело, и самую душу, кроме веры. Вера есть глава и корень. Если ты сохранишь ее, то хотя бы и все потерял, опять все приобретешь с большую славою. Вот почему Господь и повелел быть им не простыми только и незлобивыми, и немудрыми только, но совокупил то и другое, чтобы из того и другого составилась добродетель. Он требовал змеиной мудрости для предостережения от опаснейших поражений, а голубиного незлобия для предотвращения мстительности за обиды и отплаты за наветы, потому что нет никакой пользы и в мудрости, когда она не соединена с незлобием. Что может быть строже этих повелений? Недостаточно только претерпевать бедствие, нет, говорит, я не позволяю тебе зато даже и гневаться, это и значит быть голубем. Походит на то, как если бы кто-нибудь, бросив трость в огонь, повелевал ей не только не сгорать в огне, но и погасить огонь. Но не будем смущаться, эти повеления сбылись, исполнились и самым делом совершились. Люди одного и того же, а не другого с нами естества, бывали и мудры, как змеи, и незлобивы, как голуби. Итак, да не почитает кто-либо этих повелений вовсе неудобо исполнимыми. Господь лучше всех знает естество вещей. Он знает, что дерзость погашается не дерзостью, но кротостью. И если хочешь видеть, как это совершается на самом деле, то прочитай книгу Деяний апостолов и увидишь, сколько раз, когда восставал против них народ иудейский искрежетал зубами, они, подражая голубю, и отвечая иудеям с надлежащую кротостью, угошали их ярость, прекращали неистовство, утешали страсти. Так когда иудеи говорили им, не запрещением ли запретихом вам не говорить о имени всем. Деяние апостолов, глава 5, стих 28, то апостолы, имея власть творить бесчисленные чудеса, не сказали и не сделали ничего грубого, но со всей кротостью защищались, говоря, аще праведно есть вас послушать и паче, нежели Бога, судите. Деяние апостолов, глава 4, стих 19, видишь ли глубиное незлобие, но вот и мудрость змеиная, не можем бы мы яже видихом и слышахом ни глаголоти, деяние апостолов, глава 4, стих 20, видишь, какая потребна во всем твердость, чтобы и в бедах не ослабеть и не раздражиться в гневе. Потому-то Христос и сказал, «Внемлите от человек, предадят бо вы на сонмы и на соборищах их бьют вас, и пред владыки и цари видений будете меня ради во свидетельство им и языком». Евангелие от Матфея, глава 10, стихи 17 и 18. Опять Он располагает их к бодрствованию, обрекая и здесь их на злострадание, а злодействовать, попуская другим. И это для того, дабы ты знал, что победы и славные трофеи даются претерпением бедствий. Он не сказал, сражайтесь и вы и противоустойте тем, которые будут причинять вам насилие, но только вы будете терпеть крайние бедствия.